Площадь территории России составляет более 17 миллионов километров. Мне всегда было интересно, сколько же времени нужно потратить на то, чтобы объехать всю страну, чтобы побывать во всех регионах, во всех городах. И до недавнего времени мне казалось, что это практически невозможно. Недавно я узнал, что, оказывается, попутешествовать через всю Россию можно буквально за один час. Как? Сейчас вам расскажу. В Питере совсем недавно открылся один из самых необычных музеев, который я вообще, в принципе, мог бы себе представить. Это музей России. Это огромная-огромная карта в 3D, моделированная, смоделированная, размером 800 квадратных метров. Сейчас мы немножко перекусим и отправимся в этот музей для того, чтобы попутешествовать по России вот так вот интерактивно из Санкт-Петербурга. Согласно статистике, в Санкт-Петербурге в ноябре всего 2-3 дня солнечных. Все остальное вот то, что вы видите сейчас. Ну что, вы готовы? Это увидите. Это он. Да, масштаб, конечно, впечатляет. 800 квадратных метров это действительно много. Но и страна у нас с другой стороны соответствующая. Большая и очень разная. По сути, в музее всего один экспонат, но какой? От Калининграда до Камчатки вся страна уместилась в одном зале. Но меня поразил не столько масштаб, сколько внимание к деталям. Всматриваться в этих крошечных человечках можно часами. Вот старушка кормит своих курочек. А тут у нас рыбаки приехали половить леща. Старый выброшенный баркас потихоньку распиливают на металл. А на сталилитейном предприятии происходит задержание особо опасных преступников. Очень круто. Внимание к деталям действительно поражает, но не стоит забывать и о технической начинке. Ладно поезда, снующие туда-сюда. У них хоть рельсы есть, но как удалось заставить ездить машины? Я сначала не понял. Оказывается, управляются они магнитной системой. В каждом автомобиле установлен магнит, а в дорожном полотне второй. Обратите внимание, у машин даже свет загорается. Этого всего оказалось мало для разработчиков. Они решили устроить даже смену времени суток. Все как в настоящей жизни. Вот вроде день, а тут бац и ночь. Поразительно. Управляется все это из аппарата. Система работает сама по себе, по заложенной в ней программе. Но за работоспособностью этого великолепия следит оператор. В общем и целом, для того, чтобы рассмотреть этот экспонат полностью и не торопясь, потребуется 2-3 часа. Отдельно мне понравилось, что на стенах расположено название городов с QR-кодами. С помощью смартфона можно сосканировать QR-код и узнать информацию о том или ином городе. Очень удобно и познавательно. Детям, как и взрослым, понравятся вот такие вот кнопочки. Нажимаешь на нее и на экспонате происходит какое-то действие. Можно витринную мельницу включить, а можно целый пожар устроить. Выставка уникальна, это точно. Я мог бы бродить здесь еще очень долго, но все хорошее когда-то заканчивается. И мне пора домой. Ну что ж, друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Если вам понравился выпуск, как всегда ставим лайк, подписываемся на канал и ждем новых выпусков. Еще много чего интересного про Питера я вам покажу, расскажу. Надеюсь, что вам это будет полезно. Всем до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok